Радио Болтком А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Вы можете жаловаться, я думаю, что за время двухнедельной. Такая-такая была пауза у нас, поскольку были пасхальные праздники. Жалоб, вопросов наверняка накопилось довольно много. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефоны прямого эфира. Вы можете звонить, задавать вопросы. Или писать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Спрашивать наших экспертов, консультантов, специалистов. Я напомню, что на ваши вопросы отвечает Сергей Сидорко, председатель кооператива БАК-2 и председатель Центра консультации собственников квартир. Ну, а также Айварс Гонтарев, бывший, подчеркиваю, председатель Рикоснаму Парвалдникс. И Эрвин Страупе, заместитель, председатель Ассоциации управляющих Латвии. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. С чего мы можем, может быть, пока вот задумываются над вопросами, начать? У нас, по-моему, были какие-то оставшиеся, по-моему, какие-то вопросы. Я сейчас, наверное, их не буду искать. Но вот что у нас такого актуального сейчас на повестке дня, наверное, что может волновать собственников квартир? Солнышко светит. Заканчивается отопительный сезон. Активная пора для ремонта. Все, что можно сказать. Если мы говорим сейчас о нормальной работе домоуправления, то это первое, это сразу включить на доплан подготовки к зиме. Это в апреле месяце уже вполне своевременно делать. И второе, это подготовка к отопительному сезону в следующем. Это два основных вопроса, которые домоуправления сейчас должны решать. С тем, чтобы в начале отопительного сезона этого года не было спрессия. То есть, уже прямо сейчас нужно думать о следующем сезоне? Не думать, а уже делать надо. Уже мысли должны быть закончены. Уже должен быть составленный план того, что будем делать. То есть, погодные условия вполне позволяют выявить видимые дефекты, которые возникли. И повреждения возникли в результате эксплуатации в зимний период. Это обычно крыши, это обычно какие-то элементы конструкции, которые подвергались стрессовым нагрузкам. Плюс это выявленный в течение зимы дефект в работе системы отопления, проблемы системы отопления. Все это должно быть сейчас систематизировано, это уже крайний срок. И, в принципе, уже на крыше работать можно. Тепловая система только будет остановлена, ее можно уже начинать готовить к следующему сезону. Это два таких вот момента, которые нужно уже сейчас в программе готовить. Спрашивают наши слушатели, вот тут начинают приходить уже, смотрю, вопросы. Хозяйская земля под домами, что нового? Ничего. Платите или договариваетесь с хозяином, или пытаетесь с хозяином, ничего нового не произошло. И полагаю, что в обозримом будущем это что-нибудь произойдет. Но тут вот спрашивают конкретно, какой процент нужно будет платить за землю? 6 процентов. 6. 6. Если нету договора, то 6 процентов не очевидно. То есть, альтернатив никаких. Саим других решений не принимал, так что принудительная аренда это 6 процентов и все обязанности по содержанию земельного участка и находящихся на ней дорог на арендах. Ну вот тут слушательница пишет, я так все-таки понимаю, 6,5 или более процентов были суды. Очевидно, я так понимаю, что конфликт, очевидно, с владельцем земли, который хотел получать больше, ну я могу так истолковать, наверное, потому что как-то не совсем понятно написано. Мог ли действительно владелец земли требовать больше? Каждый из нас может хотеть всего, чего он хочет хотеть. Так что в том числе и владелец земли мог хотеть и больше. Но на самом деле есть определение Верховного Суда, которые уже нашли юридическую практику и не более 6 процентов от катастрофы. Больше он просить не может, меньше мы не можем ему предложить, если мы с ним не договоримся. Есть случаи, когда были суды в свое время, была возможность сокращать земельные участки, поприведить на аренду, была возможность создавать определенные трудно-сложности для собственника земли с тем, чтобы он шел на более реготное основное заключение договора по земле. На сегодняшний день эти варианты исключены. Все лазейки. Но можно ли, вот я просто уже, может быть, адресую Айверу Гонтареву вопрос, поскольку его идея была ведь о том, что можно ведь было подготовить такой законопроект, который бы позволял сделать, как раз таки подтолкнуть землевладельцев, особенно под многоэтажными домами там в Пурт-Семсе и в других районах, чтобы им было скорее выгоднее продать землю, чем сохранять вот в нынешнем состоянии? Я только что проверил, тоже вот разговор о том, что будет арендная ставка зафиксирована в объеме 4% уже шли несколько лет. Последняя публикация была в Латвии «Совестность» как раз и в феврале прошлого года. Что это значит? Ну, политик работает на публику, к сожалению. Ну, не во благо, а на публику. Два разных отличия. Различия. Я думаю, что этот вопрос кто-то возьмет как свой, одна из политических партий перед выборами САИМ. Сейчас выборы с самоправлением, никому не интересно. Люди платят 6 пациентов и страдают, а политик там не знает, чем занимается. Да, ну, я, ну, для любой хорошей идеи нужно правильное время. Да, и пока, ну, наш политик, к сожалению, думает так, как они думают, там ничего не поменяется. Ну, к сожалению, я реалист. Не пессимист, не оптимист, а просто реалист. Ну, уже сколько лет мы наблюдаем, пытаемся своими правильными идеями улучшить нашу отрасль. Но, к сожалению, политик должен увидеть свою выгоду непосредственную, да, что вот он поднимет этот вопрос и он получит какие-то пункты в глазах избирателей. Да, ну, еще раз напомню, сейчас у нас год выборов на самоправлении. Нужно подождать еще пару лет, пострадать всем вместе. Ну, и тогда вот, может быть, кто-то из политиков услышит эту идею о том, что, еще раз повторяю, земля, катастроальная стоимость земли под многоэтажным домом, она не может быть одинаковой с пустым земельным участком, на который можно построить многоэтажный многоквартирный дом, да, и получить максимальную выгоду при продаже квартир, так называемой спекуляционной стоимость. Здесь все же нужно рассматривать по методике оценки таких земельных участков, что он отягощен. Этот дом с этого участка не может быть снесен, из-за этого его катастроальная стоимость должна быть на, по моему мнению, на 50 или на 70 процентов ниже. Почему? Потому что я собирал специальную статистику по сделкам, которые реально и проходили по продаже. Это и есть реальные стоимости, из-за которых происходила сделка. К сожалению, кадастр и госслужба, они не могут отличить, наверное, эти сделки от всех остальных сделок по земле, по продаже земли, потому что именно так же определяется катастроальная стоимость земли. Берется вся информация с рынка, то, где за сколько продал землю, и таким образом устанавливается ее стоимость. Но нет никакого признака о том, что вот эта земля с домом на ней, многоэтажкой, а эти пустые земельные участки. Ну, тут просто более тщательная работа нужна, и сама, я думаю, что и госслужба могла бы выступить с таким предложением, я думаю, она бы выиграла много плюсов в глазах жителей. Если бы сама посчитала, сама бы нашла эти сделки, и сказали, ребята, извините, вот тут у нас есть предложение, как это исправить. Да, я думаю, все были бы счастливы. Но тут вот спрашивают, закон о выкупе земли у хозяев, насколько... Нет такого закона. Поймите, поймите еще раз, нужно создать систему, которая мотивировала бы объединять землю с домом. Да, и то, что говорится о ставке самой арендной платы, это лишь последствия. То, что сейчас говорят о принудительном выкупе, это тоже лишь последствия. Если у земляного барона, если он смотрит на свою подоходную часть, она упадет на две трети, да поверьте мне, он сам пройдет и скажет, ну, ребята, ну, давайте найдем какой-то вариант, как я вам продам эту землю и забуду про этот проект. Вопрос в наружной мотивации землевладельца. Долго, нудно, как это, не мешать, не шантажировать даже, ну, как это назвать, но оставаться в этой принудительной ситуации. Или же находить пути к выходу из ней. Это кардинально нужно понять тем, кто что-то думает, рисует, вопрос мотивации. Ну, вы можете снаружи ставить, какие законы вы хотите, какие ставки вы хотите, в этом не суть. Ну, если нужно понять суть. Суть это вот о том, что пока математика такая, какая она есть, ну, земляные бароны не будут уходить из этой ситуации. Из-за этого нужно ее поменять, поменять. Я не говорю искусственно поменять. Я говорю поменять по сути, по сути тех цен, за которые они сами же скупали эти земельные участки от тех людей, которые унаследовали их, по наследству, восстанавливая права на наследство на своих родственников. Ну, тем более, что мы говорили о том, что за 15 лет, уже прошедшие 15 лет, люди выплатили практически за эту землю все, что заплатили, и сейчас просто платят дополнительные проценты. Да, это, ну, это, скажем так, это вопрос справедливости и там каких-то аргументаций. Ну, кто-то пришел раньше в такой дом жить, кто-то там исторически жил, да, кто-то остался как землевладелец с первого дня, кто-то продал свои земли. Ну, это всегда относительно, но это не меняет проблем, это не меняет выход с этой проблемой. Ну, поверьте нам, мы там более 10 лет в этом всем, и там Сергею еще больше. Мы, ну, это ежедневная наша, наша, как бы-то, ну, то, о чем мы думаем. И мы, ну, продумали всякие варианты, это единственный правильный вариант. Любой, кто захочет, может меня и слисаем, или сомправлением позвать, я разложу просто на бумаге и покажу, думаю, почему именно вот такое решение самое правильное. Я бы сказал так, самое правильное решение вернуть все земли города Риги, пределы территориального границы города Риги, а назад все же собственное самоуправление. Это было бы самое главное, потому что после этого начиналось все остальное. Иначе никак. Второе, что я бы сказал, пускай 6%, ну, давайте тогда сделаем классическую аренду, не отличающуюся от аренды жилых помещений. Закон об аренде жилых помещений предполагает, что арендодатель сдает в аренду имущество в определенном технике, в определенном состоянии, в определенном качестве, в определенном ухоженности и так далее. То есть в аренду вклада включены все затраты по содержанию и уходу за земельным участком. Пожалуйста, 6% мы вам заплатим. Ребята, вы уберите эти участки, восстановите дороги и так далее. Это второе решение, вопросы, которые сразу начнут стимулировать. И третий есть момент, который я бы сказал. Мы уже столько раз происходили всякого рода несправедливость, отбирали, отдавали землю, опять отбивали, опять отдавали. Что на самом деле сегодня не будет решения, которое было бы политически справедливым. Единственное, что я вижу возможным, это передать во временное пользование эту землю под домами для собственников квартир, за хозяевами земли закрепить право на собственность на землю и разложить все обязанности по содержанию и улучшению этого земельного участка на собственников квартир до того момента, пока разделенная собственность не закончится. То есть я имею, пока не придет в год до 100 зданий, которое стоит на этой земле. Сейчас все кричат почему-то очень галтело о справедливости в отношении собственников земли. Но точно такая же справедливость требует их владельца квартир, потому что они не нарушали ничего. Они приобрели собственность, которую никто не мог прогнозировать, что там поменяются условия. Поэтому обе группы находятся в одинаково неправильном положении. Надо зафиксировать и после этого уже где-нибудь по прошествии энного количества лет разбираться с ситуацией дальше. Я другого решения не вижу, потому что заставить собственников продать мы имеем, по крайней мере, справедливо сказал две категории. Одна – это наследники, и, как правило, с ними можно договориться. Это люди, которые смотрят, ну там, держат эту землю, либо в честь памяти о предках, то ли в расчете на будущее поколение. И с ними, как правило, можно договориться достаточно справедливо в госслужбе. И есть земельные обороны, которые под кредит скупили эти земли, встали от получения выгоды. То есть они играют на моржи между процентной ставкой под кредит и стоимостью аренды. И с этими людьми договориться невозможно, потому что это крупный капитал и это крупные юридические силы. С ними просто говорить бесполезно, потому что они нацелены на плоти и велики. Вот и все. Вот у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Может ли господин Гонтарев разъяснить, что во время его работы в РНП владельцы земли, заключая договор с самоуправлением, должны были платить 10% за обслуживание, как бы за выписку счетов? Законно это или незаконно? И кто принял это решение? Спасибо. Спасибо. Это не моя выдумка. Такого рода договора были давным-давно разработаны в РНП. И это никаким образом не касается владельцев квартир. Это была как аргументация по отношению к земляным баронам. Потому что они, с моей стороны, хотели только получать аренду. Мы, с моей стороны, говорим, ребята, кто будет убирать землю? Почему владельцы квартиры должны убирать землю, которая вам принадлежит, и еще вам платить аренную плату? Кто должен выставлять счета? Почему мы должны выставлять счета? Как вы помните, в свое время счета по аренде земли были как отдельные счета, не вместе с коммунальными. Да, кто должен взыскивать долги, если по этим счетам не оплачивать? Кто должен по взыску долгов платить госпошин? Почему мы? Почему РНП? Почему много из этих позиций покрывается за стоимостью квартплат? Апсами Кошинс Макса, да? Это контраргументация по земляным, против земляных владельцев, да? Чтобы с ними о чем-то договориться. Я знаю, что это уже отменили, потому что в мое время еще начали договариваться, менялось законодательство, и я тоже следил за вопросом перезаключения, потому что в мое время, то, что заканчивалось, заканчивалось много количества договоров про земляную аренду. И тогда, грубо говоря, мы посчитали, что вот предложили сразу им не 6%, а 4% или судиться. Все пошли на 4%, там все должно быть было просто и понятно, да? Кто не заключил, кто не заключил. Плюс, если я правильно помню, тогда этот расчет, почему я тоже спрашивал, почему такая практика, почему 10% за вот те все функции землевладельцев, которые переложены на Дом права, любого Дом права, кто бы это ни был, РНП, Бедриблик, кто-то, кто-то выставляет за землевладельца счета, определяет их, инкассирует, пересчитывает. Там, в том числе, было предложено или компания пересчитывает 100% землевладельцу каждый месяц счета, несмотря на то, что сама компания, сам управляющий не получил эти счета. И в среднем было посчитано, что компания недополучает 10%, исходя из этих 10%, которые остаются в долгах, в дебиторах, это было и отражено. Потому что потом пойти за этими долгами, то есть платить юристам за работу, платить госпошлины, это стоит, поверьте мне, больше 10%. Вот то, что могу рассказать по этому вопросу, не я ее ввел, я сделал так, чтобы по возможности 6% перезавлечить договора на 4%. Ну вот, много что с этого удалось. Знаю, что выходя из РНП, более половины, если я правильно помню, договоров были перезавлечены уже на 4%. Спасибо, у нас еще один звонок, здравствуйте. Добрый день, я еще хотела дополнительно спросить, господина Гонтарева, так куда же эти 10% направлялись? На уменьшение арендной платы для жителей или в какие-то фунды? Нет, это за именно те функции, те работы РНП, которые я вам называл. чтобы эти функции не перекрывать суммы обслуживания, которые вам выставляются, а вот именно за обслуживание всего оборота дел, которые связаны с арендными платами, чтобы это именно было покрыто за счет земного владельца, а не за счет жителей. Я сейчас немножко дополню. Реструктура этого вопроса немножко неверная. Есть постановление Верховного суда, решение Верховного суда, что в случае, если находится случай принудительной аренды, то управляющий дом должен автоматически оплачивать арендную плату, безусловно, в размере 6%. А жители должны оплачивать ее потом управляющим. Поэтому управляющие так или иначе должны быть созданы резервные фонды на все те случаи, на всю ту, скажем, дополнительную работу, которую перечисла его. Поэтому эти 10%, ну хорошо, сейчас их нету договора на землевладельца, хотя эти 10% не повышали арендную плату, а не составляли часть арендную плату. То теперь придется, собственно, неконкоративно создавать фонды на покрытие вот этих долгов по земле, потому что долги в размере 3-5% это обычные евреи в доме. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. А вот продолжение этого вопроса, я не знаю, Айвар Гонтарев или там Эрвин Страупе ответит, может, не знаю, какое время, что вот эти платы 10% брали, ну как собственников, ну это и понятно, а в то же время и жильцов за выписку счетов, да, ну не знаю, там 10% и все, какую-то сумму, что это тоже было, вот подтвердить, или так это или не так, ну то, что было, но в какое время, да, это было, ну я это не знаю. Нет, это не так. Потому что, еще раз, по РНП проходили и госконтроль, и все остальные службы. Я перед тем, как вступить на должность, все эти ревизорские аудиты, я всех прочитал. и когда пришел на РНП, первый раз, там, первую неделю, я проходил именно по этим строчкам, то, что констатировал госконтроль. В том числе, один из вопросов, кому особо на ней привлекли внимание, это насколько правильно определяются расчеты, вот именно на каждый дом, по каждой услуге, как оно должно быть учитано. И госконтроль четко, ясно сказал, что за те услуги, которые, скажем так, ваш дом не пользуется, вы туда не можете ставить. Есть там 10% сказано, что инкассация для тех функций, которые я назвал, по определению, и они инкассируются именно не жители, а земли владельца. И тогда по-другому они не могут быть, они не могут быть взяты с обоих сторон, ну, никак, никак. Ну, вот это надзирает и аудиторические думы, и госконтроль, там, может прийти опять повторно на эту компанию, и проверить все это. Ну, я тоже проверял, и это так есть. Это, ну, просто, наверное, нехватки информации, или... Ну, мы же не... Смотрите, у земли владельца, у самого есть выбор нанимать своих юристов, нанимать своих бухгалтеров, там, финансистов и так далее, или договориться с управляющей компанией. Вот, давайте, чтобы был мир дома, в доме, все эти функции выполняете вы, вот, и вам вот такая-то ставка, да, из этого. Ну, какая разница, как земли владелец внутри себя делит свою структуру расходов. Да, мы просто посчитали, что мы выделили ее в отдельной строчке, что это стоит столько, да, и почему владелец квартир за это платить? Он же платит, платит как арендную плату, пускай, ну, подвинется земля владелец, да, ну, концептуально это так. Так что это не так, что с обеих сторон берутся деньги. Ну, я бы уточнил, что сейчас, может быть, где-то и присутствует, и в том числе у меня присутствует плата за рассылку, потому что на самом деле на сегодняшний день, ну, вот, скажем, из всей клиентуры порядка 70% получают счета по интернету. Это бесплатно. Дальше Бюро по защите персональных данных наложило очень жесткие ограничения на то, как ты можешь доставить клиенту счет. Если раньше ты мог этот счет взять или просто бросить в почтовый ящик, то сейчас это запрещено. Ты его должен упаковать в конверт и должен его в безопасном способе доставить до клиента. Поэтому у клиентов есть выбор. Либо они получают по интернету, либо они приходят лично в контору кооператива за своим счетом, либо им за стоимость почтовых услуг высылается этот счет по почте. Вот за это можно браться. Но это не за выписывание счета, это за доставку. Почему таким образом делится? Потому что, ну, я не понимаю, почему 80% тех, кто получает самым простым способом счета, должны оплачивать ту услугу, которая оказывается 5-7%. Ну, тут есть такая вещь. Может быть, просто, уважаемые слушатели, не знала этого нюанса и, может быть, она видела именно это в последствии. в следующем случае. Спасибо. Еще вот вопрос, который пришел к нам по СМС, я еще раз напомню, что номер телефона, куда вы можете писать 2-3-0-6-1-9-1, а вот звонить 6-7-2-1-2-1-2-1-3-9. Спрашивали по поводу проверок состояния домов от строю права. Идут ли такие проверки, как и что? У нас, кстати, в эфире выступали представители строя права, которые говорили о том, что нет, не пугайтесь, это чисто такие, как бы, наша задача не карать за стекленные лоджии, а вот попытка выяснить масштабы всей этой ситуации. Не знаю, по строю праве лично у меня была связь только одна, у меня запросили, если у меня по определенным сериям актов технического обслуживания, если они есть, вернее, обследования, извините, как говорится, и если они есть, то выслать, ознакомиться с ними строил право. Это я сделал, но на сегодняшний день, насколько я понимаю, вообще есть такая информатива системы, то есть строительная информационная система, и уже начали помещать туда акты технического обследования, то есть если я провожу сейчас своего сертифицированного инженера обследования дома, заказываю, то он перед тем, как передать этот документ, мне должен зарегистрировать его в системе ПИС, и он будет доступен. Насчет того проверка, проверка, которая, насколько я помню, планируется в строю права, она касается поочередно серии домов срок службы, который подходит, или с нормативной срок эксплуатации, который подходит к концу, есть такие дома, достаточно обширное большое количество, и там будет проверяться, я думаю, что лоджи, из того, что будет проверяться, лоджи, это будет последний вопрос, там будет проверяться в основном, насколько они конструктивно, стабильно, насколько там коммуникации в пригодном состоянии, ну и там балконы и все прочее, и думаю, что лоджи это такой внешне раздражительный, но это последний вопрос, который будет интересовать спецназ. А вот эта база актов, да? Я на это смотрю чуть-чуть по-другому, это тоже как следствие, я надеюсь, что поскольку Бувалды будет объединена с департаментом развития, тогда то, что я добивался, что город, ну скорее всего это был тогда, в то время это было архитектор города и департамент по развитию, что они определят правильное, неправильное, а типовое застекление, как оно должно выглядеть и чтобы это не стоило для владельцев квартир ни копейки. То есть город говорит, вот в этом квартале типовая застекление лоджии выглядит вот так и вы просто как владелец квартиры идете и говорите и информируете Бувалды, что я буду застеклять лоджию вот по этому типовому проекту. Чтобы не было то, что происходит сейчас, что вы должны идти к архитектору, эта работа стоит 500-600 евро и это, наверное, многих тормозит, потому что застекление немного больше там стоит и если полцены нужно отдать просто за бумаги, никто просто не идет и не готовит эти бумаги. Из этого если Бувалд это сделает как просто как мотиватор, чтобы пошел по городу слух о том, что они ходят, они проверяют, реально выявляют эти ошибки и реально рассказывают людям и совместно с департаментом развития они придумали самое лучшее техническое и визуальное решение для городов для каждой серии и вот пожалуйста сейчас обратитесь в город просто и застеклите по правильному это будет очень плюс. Если будет так, что просто Бувалда к сожалению будет ходить и угрожать людям, ну это будет большой минус. Здесь вопрос к руководителям города и руководителям этой функции правильно ли они все придумали вот так как я изложил только что. Я считаю, что это было бы правильно. У нас вопрос. Здравствуйте. Алло? Да, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Еще возвращаюсь к этим 10%. Значит, поставляя коммунальные услуги в дома, скажем, Рига Силтумс, Рига Суденс, их тоже надо распределять между жителями. Так почему тогда господин Гонтарев не требует с Рига Силтумс на С Рига Суден те же 10%? Спасибо. Я отвечу на этот вопрос господина Гонтарева, потому что это касается меня. Во-первых, вы постоянно хотите сказать, что договор с собственником земли, который ничего не обязан делать, и обязывающий его компенсировать какие-то затраты для собственников для управляющей компании фактором, который ущемляет ваши права. Нет. Ни повышение в результате такого договора цены аренды, ни дополнительной платы собственники квартиры не испытывают. Более того, собственники квартиры в случае такой договоренности зачастую не испытывают стресса из-за того, что нужно компенсировать, как это делается по Рига Силтумсу и Рига Суденсу, когда возникают долги и Рига Силтумс с добрым голосом мы вам прекращаем подачу либо горячей воды, либо тепло, пока вы не соберете задолжников. Поэтому давайте мы отойдем от этих 10%. Они шли в доход предприятия. Это был договор между землевладельцами и предприятием, которые договора такие практикуются, и шли в доход предприятия. Собственно, как квартира это ни с какой стороны ни с Рига Суденсу, ни с Рига Силтумсу, это хороший вопрос. Это хороший вопрос, потому что на самом деле почему Домоуправление должно обеспечить стопроцентный денежный поток Рига Силтумсу? За счет чего? Вот вы задумайтесь, вы собственник за счет чего? У вас в кармане 90 евро, надо заплатить 100, и вы платите 100. Где вы берете эти 10 евро? Этот вопрос существует всегда. Долги были, если будут, даже в идеальном доме хозяйстве происходит задержка платежей. Она происходит, задержка платежей происходит в размере полутора-двух тысяч из месячных. Этих денег не хватает для того, чтобы своевременно оплатить все счета. За счет чего эта оплата должна производиться? Вот когда вы ответите на этот вопрос, дальше мы можем с вами очень хорошо обсуждать насчет 10% и так далее. А почему с Рига Силтумсом не удается, с Рига Суденцем, я вам отвечу тоже. Это монопольные предприятия, которые сказали нет, нам все отрегулировано в тарифном регуляторе, на другие условия не пойдем. Иди, то борись с Рига Силтумсом. Ничего не получится с Рига Суденцем. Господин Долгополов в свое время попытался побороться, введя идею прямых платежей. Что получилось? Они ее заварили на раз, два, три. Сказали, что прямой платеж будет стоить 3,50. И все. Никто не захотел. Возможность есть, и сейчас у вас напрямую платить во вход домоуправления и Рига Суденцем, и Рига Силтумс, и обслуживающим компаниям полного заносов. Эти три компании вы можете принять домовое решение и платить напрямую без домоуправления и задавать вопросы какие проценты. Но почему-то не хочет никто такие деньги дополнять. Еще примем звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я по вопросу по рейдам стройуправы по лоджиям собираю подписи на Манабал Силвэн, чтобы заморозить этот проект лет на 10. Спасибо. Я не считаю, что не нужно морозить. Дело в том, что когда вы пройдетесь по лоджиям, то там есть очень разные лоджии. Лоджии, сложенные из каких-то полугнилых палочек, лоджии, которые закреплены не ясно как, лоджии, которые как цвета радуги разных цветов, разного деления и так далее. Все равно, если мы хотим увидеть такую ухоженную среду, этот вопрос так или иначе надо решать, тем более надо учитывать, что многие лоджии, которые были лет 20 назад застеклены, это застекление уже приходит к своему физическому концу. Чтобы наводить порядок, надо. Каким образом это будет делаться? Вот у меня вопрос. В свое время, в 98-99 году мы сделали на все дома кооператива проект по остеклению лоджии. Браво, этот проект утвердило. Люди спокойно присоединялись к этому проекту и стеклили. Прошло 4 года, и Браво вдруг решило, что проект устарел, нужно нового. Я спрашиваю, а что поменяется в этом проекте? Количество делений не поменяется, архитектурные решения не поменяются, просто по их нормативам проект устарел. Но у меня люди до сих пор пользуются этим проектом и стеклят лоджии. Пускай зато придет управа, и если человек застекнул в соответствии с проектом 98-го года, пусть и право определит момент, когда это будет. Но то, что нужно делать проекты надолго, что нужно выдвигать технические условия и приводить вопрос в порядок, надо. Надо. Как бы это больно не было. Спрашивают тут наши слушатели падающие балконы, вопросительный знак, кто должен платить? Собственник квартиры. Общий, коллективный собственный квартир. Ответ один. Вообще, все, что касается дома, должны платить собственники квартиры. Если из 60 балконов падает один, то все должны платить солидарно за ведомство этого балка. Это общая часть общества. То есть, тут без вариантов. А какой еще вариант видит? Самоуправление что-то должно? Или государство, или кто? Или соседний дом? Ну, нету здесь. Но я еще раз призываю, вообще вопрос задавать, кто должен платить, кто может помочь, это вопрос справедливо. Кто должен платить, он всегда ответ. Ну, что же, наверное, вот время нашей программы уже подошло к концу. Я смотрю, остались буквально считанные секунды. Большое спасибо, говорю, нашим сегодняшним ведущим, консультантам, которые отвечали на ваши вопросы. Сергей Сидорко, я в Розгонтаре сегодня были с нами на прямой связи. Хорошего дня, спасибо вам и до следующего понедельника. До свидания.